Здравствуйте! И вот снова встреча у меня в мастерской. Залетела ко мне стрела от Ивановки, извините, от Олега Зелеченко, президента областной федерации, как бы назвать этот спор, стрельбы из лука. О! Итак, у меня в гостях Олег Зелеченко. Здравствуй, Олег! Добрый день! Вот, держа эту стрелу, я ощущаю себя Иваном Царевичем, который вот должен сделать выстрел роковой и попасть в лягушку. Ты много раз стрелял, попадал в лягушку? Ну, стрелять доводилось неоднократно, но в лягушек не попадал. Другие звери были. Правда, они вполне настоящие, но об этом позже. Да, хорошо. Вот, Олег, это же вот из спортивных таких снарядов и вообще видов спорта стрелают очень древнейший вид спорта. Ну, с незапамятных времен, наверное, с первобытных, да? Наверное, гораздо старше греко-римской борьбы и других видов спорта. Битание диско. Да? Да, конечно. Ну, поначалу все-таки это, вероятно, было более охотничьим видом деятельности, чем видов спорта, но, тем не менее, достаточно с древних времен состязания лучников во всем мире, практически во всех культурах они происходят. И вот даже в самое новое время наше, с историей новых олимпиад, уже со второй олимпиады стрельба из лука вошла в программу олимпийских видов спорта и до сих пор является олимпийским видом спорта. Я знаю, что азиатские страны больше, чаще всего становились победителями в стрельбе из лука и на олимпиадах, и на других соревнованиях. Общепризнанным лидером, мировым лидером является Южная Корея. Сейчас постепенно подтягиваются другие смежные страны, такие как Китай, такие как Япония, такие как Тайвань. Но, несмотря на это, скажем, наши русские спортсмены достаточно конкурентоспособны, европейцы очень многие, достаточно на хорошем уровне стреляют, завоевывают золотые медали и чемпионаты мира, и Олимпийских игр и так далее. Но признанный лидер это Южная Корея. Ну, я задал вопрос, который, в общем-то, я не могу не задать. Все мы свидетели колоссальных сдвигов. Сильно ли пострадал вообще спорт стрельбы из лука от современного распада Советского Союза и как он чувствует себя на новом этапе в России? Если говорить об общероссийском уровне, то за счет существования регионов, где стрельба из лука является базовым, опорным, многосотлетним видом спорта, эти традиции, в том числе спортивные традиции, удалось спасти от полного развала. Но во многих регионах, тем не менее, стрельба из лука прекратила существование на многие годы, включая, кстати, Томскую область, где в свое время была очень сильная лучшая школа. Ну, сейчас постепенно возрождаем то, что потеряно. Где вы занимаетесь, где тренируетесь, какие методологии используете? Это же все-таки было утеряно, и очень много вообще за время распада Советского Союза потеряно спортивных сооружений. Некоторые перешли в торговые точки и т.д. Ну, вообще, современное развитие стрельбы из лука в Томске и Томской области – это плод усилий энтузиастов. То есть, ну, всегда существовали массовые виды спорта, такие как футбол, такие как другие игровые виды спорта, где предусмотрены естественные спортивные площадки и имеются уже спортивные объекты, которые построены достаточно давно и эксплуатируются. Вот в стрельбе из лука специализированных площадок для занятий стрельбой из лука у нас, ну, в принципе, как не было, так и нет, поэтому мы приспосабливаем те, которые имеются. То есть, в зимний, осенний, весенний период мы тренируемся в стрелковом тире архитектурно-строительного университета, за что благодарны администрации этого вуза, которые нам помогают, ну, тем, что предоставляют нам такое замечательное помещение. Я думаю, со временем, когда там произойдет небольшой ремонт, там будет еще комфортнее. Ну, понятно, то есть помещение для тренировок, там, кстати, сколько метров? Стрелковый тир, дистанция там до 50 метров, но у нас зимняя дисциплина стрельба из лука, она 18 метров, поэтому нам вполне хватает. Хорошо, ну, это понятно. А вот где соревнуетесь? Соревнуемся мы в спортивных залах. У нас основной зал, основная площадка – это спорткомплекс «Юпитер». Центр спортивной подготовки сборной команд Томской области нам предоставляет этот зал для проведения открытых региональных соревнований. Ну, он-то большой зал, конечно. Да, он большой зал. Это вот в зимний, осенний, весенний сезон. А летом мы соревнуемся на стадионе. В чистом поле? В чистом поле, потому что там совершенно другие дистанции, до 90 метров. Понятно, они, значит, вас пускают в зал, но это же все-таки стрельба не из пушек, но из стрел, да? Ведь это нужна какая-то защита, окон, стен, какие-то меры предосторожности или там чем-то закрываете окна. Ну, иногда, поначалу особенно, косо поглядывали по этому поводу в нашу сторону. Вот, но у нас есть специальный материал, стрелулавливающая сетка, которая вешается на рубеже, на линии мишеней, который предохраняет повреждения стен и так далее. Ну, а по окнам, конечно, стараемся не стрелять. Хорошо, а что из себя представляет эта сетка? Это что? Синтетическая сеть, достаточно плотная, которая удерживает летящую стрелу. Ясно. Она закреплена вверху, внизу она свободно висит и за счет силы упругости она пружинит и не дает стреле пробить. Ну, а летом? Летом это стадион. Мы используем для соревнований прекрасную площадку. Это стадион Томского государственного университета и стадион Томского государственного педагогического университета. Вот на этих двух стадионах мы уже в течение пяти лет ежегодно проводим традиционные открытые соревнования, открытый чемпионат первенства Томского государственного. Ну, и вот, стрела взяла и полетела за пределы стадиона искать лягушку. Там тоже какие-то должны быть меры предосторожности, страховка? Меры предосторожности, естественно, предпринимаются. То есть, ну, ограждение, оцепление, оповещение людей о проведении соревнований. Ну, и все-таки давайте не будем забывать, что соревнуются не любители, а соревнуются профессиональные спортсмены, которые умеют стрелять туда, куда надо. И промахи хоть и бывают, но они не настолько значительные, чтобы навредить окружающей среде. Не могу не сказать. В прошлом году было по телевидению такое, значит, сообщение, и показывали, что он мужчина мимо, значит, стадиона. И, ну, это невероятно. Стрела попала ему вот сюда, сюда. Ну, правда, она не повредила ни одного, значит, этого самого органа. Но если вот так говорить, он шел вот так вот у него вот это чело. Такие ситуации, к сожалению, случаются. И это не только в стрельбе из лука, а во многих других видах спорта случайные вот такие инциденты происходят. Но соблюдение, тщательное соблюдение мер техники безопасности позволяет все-таки надвигать. Конечно. Олег, скажи, пожалуйста, вот она очень красивая, мне очень нравится, да? Но она из каких сделанных материалов? Ну, это, я понимаю, что металл, сталь, вероятно, да? Да, да. Наконечник стальной. Наконечник. А вот это? Древко стрелы, современные спортивные стрелы, как правило, выполнены из карбона или внутри алюминий, а сверху карбон. Ясно, она не гнется, не портится. Она гнется, у нее есть определенные параметры жесткости, пока она сгибается, но она достаточно жесткая. Причем жесткость подбирается под силу стрелка и усилие его лука индивидуально под каждый лук. Определенная жесткость, так называемый спай стрелы. Ну, в общем, хорошо, а в отличие от стрельбы из оружия, скажем, из пистолетов и из других видов стрелкового оружия, он менее затратный, потому что ее можно использовать много раз, да? Насколько вот она выдерживает, эта стрела, выстрелов? До первого попадания в бетонную стену. А, то есть, значит, если не попал в бетонную стену, можно и сто раз попасть? Можно и сто, и тысячу раз стрелять. Сталь она пробивает спокойно, без последствий, без повреждений, скажем, двухмиллиметровую сталь. Эта стрела пробивает с расстояния до 70 метров совершенно спокойно. Да. Вот. А бетон пока сильнее. Хорошо. Я записываюсь в этот вид спорта, потому что одной стрелы на всю жизнь хватит. Хорошо. А дальше идем, значит, да? Ведь надо иметь довольно мощную правую или левую руку, которую натягиваешь. Там же громадное усилие. На пальцы что-то одевается, да? Да. Ну, на самом деле, стрельба из лука производится двумя руками. Ну, понятно. Потому что левая рука, если человек правша, левая рука упирается в лук. И точно с такой же силой правая рука натягивает эти руки. То есть, лук растягивается, и вот в этом балансе производится растяжение лука. А как тренируются руки? Нужно же, все-таки, это стрелковый вид спорта, нужно в цель попадать. Это же очень сложный комплекс тренировок. Ну, специфика тренировок в стрельбе из лука заключается в том, что силовая подготовка проводится после стрелковой части. То есть, ну, начало тренировки – это упражнение на гибкость, упражнение на растяжение, на разогрев тех групп мышц, которые принимают участие в выстреле. Это упражнение на координацию, упражнение на устойчивость и отработка технических элементов стрельбе из лука с помощью тренажеров. Как правило, это резиновые жгуты, резиновые генки. Не пойду записываться к вам, очень сложные тренировки все-таки получаются, а еще же очень сложные и очень невероятно для глазомер, да, и сноска на ветер, на вот, на всякие внешние погодные условия. Как их-то учитывать во время стрельбы? Один наш гуру в стрельбе из лука в нашем регионе, мастер спорта международного класса Валера Родик из Новосибирска, говорит всегда очень простую вещь. Главный секрет стрельбы из лука заключается в том, чтобы целиться в желтую по центру. Желтый, желтым светом назначен центр нашей мишени, говорит, цельте желтый по центру и всегда будете выигрывать. На самом деле факторы ветра во стрельбе из лука на открытом воздухе, а также солнце в глаза, летающие мошки и так далее, они оказывают влияние на выстрел, но только в той степени, в которой стрелок им подвержен. Если выстрел отточен идеально, то никакие внешние факторы, включая ветер, не влияют на точность попадания. Скажите, Олег, бывали ли у вас какие-нибудь курьезные случаи, ну не те трагические, когда, значит, как показывали по телевидению, стрела попадала проходящему человеку в шею и он остался жив, а какие-нибудь другие, полегче, побезобиднее и наши местные? Ну легче, безобиднее. Последний случай, это на последних соревнованиях горно-алтайскими, здесь открытый чемпионат Республики Алтай, наш стрелок с 70 метров на мишени стрелок убил муху. Я не думаю, что это было преднамеренное попадание, ну и степень урона, так сказать, окружающей среде тоже невелика, но тем не менее были поражены меткостью томских стрелков окружающих. Ну кроме всего прочего, так называемое попадание Робин Гуда, это когда одна стрела попадает в хвостовик, другой, на тренировках иногда случается. На соревнованиях нам исполнять такое не доводилось, хотя наши коллеги из Новокузнецка, например, успешно попадают стрела в стрелу. И как засчитывается там? Засчитывается по попаданию той стрелы, которая находится в хвостовике. А, это же девятка, это девятка, шестерка, это шестерка. Значит, враг стрелы не только бетонная стена, но и стрела, потому что после попадания стрелы в стрелу она становится непригодной. Как правило, обе стрелы становятся последовательной. Обе, да? Казалось бы, такой классический, романтический вид спорта, но в нем случаются вот такие интересные курьезы. Но стрела в стрелу, это считается, ну, когда не случайно, когда специально. Неужели они с Кемеровым так попадают? В Новокузнецке. Ну, да, да. Ситуация, да, там спортсмен. Но это, опять же, скорее всего, непреднамеренные попадания. Кто не целится стрела в стрелу, все целятся в десятку. Конечно, конечно, в десятку. А потом, что же там видно? Если в десятке находится другая стрела, случается при высокой кучности стрельбы. Олег, скажи, пожалуйста, сколько стоит вот такая стрела? Да, я уж про лук не спрашиваю. И вообще, дорогой ли вид спорта в том смысле, что всякая, кроме тренера, атрибутика, которые покупаются для этого вида спорта? Дорого. Почему? Во-первых, весь инвентарь для стрельбы из лука не производится в России. Ни защитные, ни скрелковые, ни луки, ни стрелы в России для спорта не делаются. Есть мастера, которые изготавливают охотничьи луки, луки для развлечений, но это не спортивные. Все спортивное оборудование из современных композитных материалов изготавливается за рубежом. Это Соединенные Штаты Америки, Корея, Китай и европейские страны, как Италия, Франция, Германия. Ну, учитывая то, что у нас валюта несколько дороже стала, ну, конечно, дороговизна инвентаря определяющей роль иногда играет в желании человека заниматься спортивной стрельбой из лука. Такая стрела сейчас стоит порядка 1400-1500 рублей. А-а-а, дополнительный. Ну, учитывая то, что у лучников в комплекте, как правило, дюжина стрел как минимум, ну, вот так и получается. Ну, я думаю, что это не трагически, это, в общем, можно выдержать. Самое главное, чтобы этот спорт развивался. Вот детям, куда идти записываться, да, чтобы вот заниматься видом спорта. Безусловно, инвентарь для начинающего спортсмена предоставляется в секции, которая у нас работает. С прошлого года у нас работает детская секция, куда мы набираем ребятишек в возрасте от 11 лет. Без ограничений по полу мальчики, девочки могут заниматься. Больших противопоказаний по здоровью тоже нет. Все контактные данные по работе секции у нас на сайте стрельба из лука в Сибири. Это официальный сайт Федерации стрельбы из лука Томской области. Там указаны номера телефонов, контактные данные, по которым можно связаться. Безусловно, для начинающих, для людей, которые только начинают пробовать себя в этом виде спорта, весь стрелковый инвентарь и лук, и стрелы, и защитная экипировка предоставляется в секции, которая вот у нас работает в прошлого года. А секция платная? Да, занятия платные, потому что весь инвентарь мы покупаем на собственные средства. Хорошо. Скажи, пожалуйста, какие достижения у Томичей есть в этом виде спорта, которые выходят за пределы, скажем, Томской области, ну, хотя бы в Сибири? В Сибири сложилось так, что вот те регионы, которые расположены вокруг Томска, это Кемерово, Новосибирск, Новокузнецк, это Тюмень, Алтайский край, Красноярский край, ну, республика Тывас недавнего времени, ну, они являются таким костяком для развития стрельбы из лука в нашем федеральном округе. И на все соревнования, которые проводятся, например, в Кемерово, или в Томске, или в Красноярске, все окружающие спортсмены из перечисленных регионов стараются съезжаться, собираться. Такие встречи у нас происходят, ну, по несколько раз в году. В Томске один раз летом, два раза зимой, ну, и в других городах тоже по несколько раз в год. Туда все мы собираемся. Это так называемые открытые региональные соревнования. Кроме того, спортсмены Томской Федерации стрельбы из лука принимают участие во всероссийских соревнованиях, в чемпионате России, и, ну, достаточно на неплохих позициях. То есть нам случалось привозить и серебряные, и золотые, и бронзовые медали всероссийских соревнований. На чемпионате России пока побед у нас не было, но вот в Кубке России 5-6 место наши спортсмены занимают. А, в Кубке России, ну, в тех дивизионах, в которых мы стреляем, собирается по 150-200 стрелков, ведущих стрелков от кандидата в мастера спорта и выше со всей России. Ну, в общем, 5-6 место, это здорово, это хороший уровень. А удалось ли воспитать мастеров спорта в этом виде? Да, у нас подготовлено 3 мастера спорта вот за 5 лет. Это сложно вообще? Да, это достаточно сложно. Это нужно что-то, какие показатели, чтобы стать мастером? Это техническое, это выполнение технического результата. То есть определенное количество очков нужно набрать вот в каком-то конкретном стрелковом упражнении. Летнее упражнение достаточно сложное, состоит оно из 144 выстрелов на 4 различных дистанциях. То есть по 36 выстрелов на разных дистанциях от 90 до 30 метров. И вот, ну, чтобы выполнить норматив мастера спорта, все попадания должны быть не ниже девятки. Ну, в общем, Олег, ты заинтересовал меня. Я тоже, в общем, пытался как-то в великих внуках попасть на соревнования. Там я ездил к своим друзьям, но там в этот день не было соревнований. А в Томске как можно их увидеть? Вот сейчас лето, хотелось бы, чтобы многие увидели, что это очень красивый вид спорта, и загорелись им. Какие соревнования у нас в ближайшее время в Томске? В Томске ежегодно сейчас мы проводим три открытых региональных турнира. Один турнир проводится весной, один осенью и один в летний период. Но, к сожалению, летние соревнования в июне месяце у нас прошли на стадионе ТГУ. 20-21 июня у нас проходил открытый чемпионат первенства в Томской области. Следующие соревнования в Томске будут в ноябре. Будет чемпионат Томской области 15 ноября в спортивном комплекте Юпитера. Ясно. И вот такой вопрос у меня на кончике стрелы. Занимаясь этим видом спорта, какой оздоровляющий эффект этот вид спорта дает спортсмену? Во-первых, спортсмену дает психологическую устойчивость, которая в свою очередь является определяющим фактором оздоровления всего организма в дальнейшем. Это спорт высокой концентрации. Человек тренирует в себе силу воли, тренирует в себе способность координироваться, причем координировать работу всего организма, потому что выстрел – это работа всего организма. Ну и, конечно, это тренировка плечевого пояса. Спортсмены-лучники имеют хорошую осанку, имеют хорошо развитые мышцы. Дышат. Прекрасное дыхание, хорошая работа мышц плечевого пояса. Ну и, наверное, достаточно хорошее зрение. Ну да, зрение, конечно. Хотя здесь тоже, то есть зрение как таковое не является определяющим фактором для начала стрельбы из лука. То есть даже люди с ослабленным зрением занимаются стрельбой из лука, и причем, как правило, зрение у них улучшается. Вот интересно, стрельба из лука – это древнейший вид спорта, а используется ли в этом древнейшем виде спорта новая технология? Ну, новые технологии – это в производстве стрелы луков используются, которые каждый год совершенствуются. Но, кроме того, из новизны в стрельбе из лука рождаются новые дисциплины в, казалось бы, достаточно таком древнем традиционном устоявшемся виде спорта. Тем не менее, учитывая интерес к стрельбе из лука охоте со стороны охотников и интерес со стороны спортсменов, на стыке вот этих двух направлений родилось и успешно развивается такое направление, как 3D-стрельба из лука. Это стрельба, которая проводится в естественных условиях, то есть это либо лес, либо поле. По макетам животных в натуральную величину, то есть стрельба полностью имитирует охота. Есть зоны на каждом макете, на каждой фигурке определенного животного, попадание в которых оценивается разным количеством очков. Вид спорта интересен очень тем, что это естественные условия. И самое интересное, в этом виде спорта запрещено определение дистанции с помощью каких-то технических средств. Спортсмен-лучник полагается только на свой глазомер и умение определять это расстояние. Причем это может быть как возвышение, так и стрельба в более какую-то низкую зону, стрельба по мишени, которая прикрыта какими-то естественными препятствиями, кустами и так далее. То есть достаточно интересно. Это проходит в течение одного-двух дней такие соревнования. Ну вот на этой замечательной ноге, скажем, на кончике стрелы, я хочу пожелать всем спортсменам, лучникам, которые занимаются этим удивительным древним видом спорта, здоровья, успехов, ну и, конечно же, побед. Спасибо, Олег. Спасибо, очень приятно было помогать. Держи. В детстве часто стрелял из самодельного лука. Сделали стрелы, делали лук. А вот из такого, из настоящего, из спортивного, никогда. Сегодня проба стрелы впервые. Скажи, пожалуйста, Олег, можно ли уже стрелять? Конечно, у вас уже практически профессиональный захват тетивы. Тремя пальцами совершенно правильный. Кто учит? Вот, локоть выше. Выше так. И тянем тетиву к лицу, прижимая тетиву в направлении носа и подбородка. Ух ты, а как это вам? И вот сюда в прицел смотрим. Ветонный пол стрелять не будет. Скульптуру жалко, поэтому буду стрелять. Яблочко. Девять. Десять. Со второго раза уже десятка. Причем это не просто десятка, это так называемый икс, то есть это экстра тен. Внутренний кружок десятки, это экстра попадание, лучшее. Но я жду вас в секции стрельбы из лука. Девять. Причем. Продолжение следует...